Это нанопор ПЭН. Кто работал или работает нанопором? Кто работает нанопор ПЭН? Ручкой. Еще не приходила, да? Вы еще ее не видели. Мы сейчас разберемся, что это такое, в чем разница между нанопором и нанопор ПЭНом, для того, чтобы вы, собственно, понимали. Вот это вот презентация Валенсии в 2021 году доктора Габриэля Сирана. Он показывал, соответственно, вот этот вот замечательный маленький прибор. К сожалению, мастер-класс я вам буду показывать сегодня на нанопоре, но на самом деле в принципиальной разнице нет. Но есть конкретная разница. Я вам объясню, почему. между нанопором и нанопор ПЭНом. И для чего вообще была сделана эта ручка, если есть нанопор, собственно говоря. Итак, это очень маленькое устройство, очень небольшое. Здесь есть регулятор глубины, здесь есть насадки. Насадки сменные, соответственно, да? То есть насадки одноразовые для каждого пациента своя. И это принципиальный момент, потому что они стерильные. И, ну, я думаю, что это понятно, хотя я уже встречалась с моментами, когда где-то мне ученики говорили, что не будут их использовать. Но нам же вторичное инфицирование никому не нужно, правда? Поэтому они стерильные, они одноразовые. И вот самый низ – это насадка. Вот указочки. Кто вообще работает микронидлингом? Знаком с микронидлингом? А кто не знаком, но очень хочет? Ну, собственно, да. Хорошие показатели. Итак, настроили, соответственно, степень инвазивности за счет регулятора глубины. Все очень просто, все крайне непонятно. Рука у вас не дробнет. Вот когда вы, например, инициированы в периорпитальную область, где сосуды как минное поле, да? Тут, если у вас 10 или 15 пациент за день, когда вы делаете это иглой, шприцом, рука дробнула, здравствует гематома, ну и так далее, да? Вот здесь вот вы гарантированно застрахованы от этого. Вы выстроили ту длину иглы, которая вам нужна для определенной области, и работать одно удовольствие. Соответственно, вы делаете очень большое количество микропроколов. Вы видите индикатор скорости. Есть регулировка скорости, соответственно. Первая скорость – это 7600 оборотов в минуту. Вы можете представить, да, какое количество микропроколов за один сеанс вы сделаете вашему пациенту. Скорость вы выбираете сами, с первой до шестой. То есть 7600 оборотов в минуту, либо 8150 оборотов в минуту. Могу сказать по секрету, что чем больше оборотов, тем менее болезненно вашему пациенту. Ну, вот как бы мои это уже знают, я когда-то имела неосторожность и сказала своим пациентам, допустим, чем быстрее работаем, тем будет менее болезненно. Они уже даже где-то эти моменты отслеживают. Не делайте такой ошибки. И, соответственно, 5 типов глубины. То есть, видите, вы можете настраивать от 0,25 степени инвазивности до 1,5. И вы можете самостоятельно настраивать. Вот такие вот одноразовые насадки на 5 иголочек, линейные, круглые на 6 игл и абразивные на 130 игл. Вот это вот нано-насадка. И я могу сказать, что вот на мой взгляд абразивные это неправильное название, потому что нано-насадка и вы можете реально творить чудеса. Она вам дает очень широкие возможности. Но мы почему-то считаем, что раз иголок нет, значит неинтересно для нас. Кто так думает? Нет таких. Кто работает нано-насадкой? Мало. Надо больше. Вы ее оцените, поверьте мне, потому что ей можно делать как очень легкие протоколы. Слышу года так и достаточно агрессивные, очень интенсивные протоколы, работая вот именно как микродермообразие. Ну а теперь давайте немножко сравним, собственно говоря, в чем разница. Вы знаете, что такое нано-пор. Вы теперь знаете, что такое нано-пор-бен. Но, во-первых, разница в цене 10 раз. Да? Как говорила Ирина, 250 тысяч стоит нано-пор, и 25 тысяч стоит нано-пор-бен. То есть, ну как бы тут преимущество. Вы понимаете, мне даже объяснить вам ничего не нужно. Но достаточно долго я лично просила, чтобы сделали портативный аппарат, маленький. Потому что вы видите, да? Нано-пор это отдельный корпус, где моторчик, провод. То есть, это не беспроводное устройство, но оно более мощное. И нано-пор-бен, соответственно. Вот эта вот маленькая ручка, очень удобная для руки. Но, наверное, я бы сказала, не больше, чем вот этот вот кликер, собственно, для переключения. Итак, для того нано-пор-бен или для чего? Для обработки труднодоступных участков. Для врачей, которые работают одновременно в нескольких кабинетах или клиниках. То есть, удобно перевозить. Для небольших клиник с небольшим бюджетом и низким потоком пациентов. Ну, тут спорный вопрос. Вы одной этой маленькой ручкой, на самом деле, можете обработать очень большое количество пациентов. Для работы в кабинетах, если нет источника питания по близости, да? Для образований, которые только начинают, не хотят сразу 250 тысяч тратить, хотят попробовать, собственно говоря. Ну, и для тех, кто ищет устройства сочетанных, протоколов. Потому что мы же с вами можем работать не только чисто фракционной месотерапией, мы с вами можем очень красиво и интересно сочетать. С чем сочетать? С пилингами химическими, еще с различными аппаратными методами. Ну, вот это вот говорит моя ученица, потому что она уже знает. Итак, и для кого, собственно, нужен нано-пор? Для врачей, которые ищут более современные, можно эффективные устройства. Если вы верите препаратам Медидерма, если вы верите марке Медидерма, значит, это право вашего выбора. Потому что Медидерма не делает недостойных продуктов, я бы так сказала. То есть Медидерма можно верить, потому что опыт работы очень большой. Ну и более того, разработка докторов, дерматологов. В Европе очень любят вообще фракционную месотерапию. Совмещают ее и с лазерами, и с химическими пинами, и с другими аппаратными методами. Работают доктора, работают эстетисты. То есть тут очень большой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...